Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно выкладываю сюжеты о моих швейцарских буднях. Сегодня у меня будет сборный влог, так как накопилось много интересных тем, которые будут и вам интересны. Кто ещё не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Ну а мы с вами начнём! Вот так вот выглядит наш пенсионный фонд Кантона Салатурн. Здесь также они работают с инвалидностью, со страховкой по инвалидности. И именно здесь нужно себя регистрировать, когда вы начинаете работать на себя. Как раз прошло уже три месяца пробных, и теперь я иду показывать результаты своей работы. Несу целый пакет документов, и сейчас вам покажу, что именно интересует эту службу. Всё, я сдалась. И смотрите, здесь можно взять брошюрки. Это абсолютно бесплатно. И здесь полностью всё расписано. Например, как после развода разделить свои счета, пенсионные кассы, как пенсионерам, которым нужна помощь, пособие, дотация организовать. Эрген, Зумля и Сумгин, когда вашей пенсии не хватает на жизнь. Когда вы в возрасте потеряли работу, стали безработным. Здесь также повышение квалификации. И сейчас я посмотрю вам. Вот это вот нам надо, по-моему. Как правильно назначить сотрудникам зарплату, какие отчисления идут, если вы работаете, если вы на себя работаете. Вот, видите, всё тут тщательно прописано. Вы помните, я сюда уже приходила, мне дали формуляры, мне дали все брошюрки и сказали, идите работайте. Как только вы увидите, что в течение трёх месяцев ваш бизнес пошёл, вы стали получать хоть какой-то доход. Вы можете уже предварительно посчитать, сколько примерно вы в месяц будете зарабатывать, сколько в год. От этого зависит сумма выплат на пенсионную кассу. Вот, и тогда только вас здесь оформят. То есть всегда даётся три месяца начинающему, новичку, чтобы он попробовал себя, вдруг не пойдёт бизнес. Зачем ему везде регистрироваться, тратить время и своё, и время работников. Так вот, что нужно было приложить из документов? Мне нужно было приложить документы на аренду помещения, которые я сняла. Конечно, мне нужно было корешки квитанции своих клиентов предоставить. Я сделала выписку из банка, потому что мои клиенты в основном оплачивают на счёт банковский. Причём не важно, какая это сумма. Я позакрашивала имена, потому что в массаже и бранче мы не распространяем имя пациентов. Это как бы врачебная медицинская тайна. Плюс нужно было уже принести какие-то копии ваших инвестиций, расходов. Например, что вы купили какое-то оборудование для бизнеса. В моём случае это уже рекламные расходы на флайера. Точно так же я приложила флайер, приложила свою визитную карточку, чтобы они видели, что вы начали работу. То есть не просто так вас делают частным предпринимателем. Нужно доказать, что вы действительно работаете, у вас есть место, где работать, у вас есть какой-то доход уже. Вы уже какие-то вложения внесли. И плюс, очень важный нюанс, так как я больше не работаю на работодателя. До этого мне работодатель платил детское пособие. Здесь деткам платят пособие с рождения до 18 лет. Конечно же, когда дети выходят уже на учёбу, это называется уже не киндерцулаге, а аузбильдингцулаге. И я всё переживала, какая служба будет теперь платить, так как у меня нет работодателя. Оказывается, сюда же нужно специально заполнить документ. Нужно о ребёнке сведения предоставить, её лерфертрак. И, конечно же, самое интересное для нас, да, это указать имя отца, доказать, что отец не получает киндерцулаги. Там киндерцулаги может получать даже отчим. Неродной отец, если, допустим, мама сидит дома, а отчим работает, он может на пасынг, как там они называются, эти дети, штифкиндер называется по-немецки, получать вот эти киндерцулаги. Вот, значит, тоже сюда я принесла эти документы. И третье, что нужно было заполнить, это специальный формуляр для пенсионной кассы. То есть они уже от твоего предполагаемого дохода в год в пенсионный фонд нужно зарегистрироваться в том случае, если вы в год заработали больше, чем 2,5 тысячи франков, уже нужно платить себе пенсионные отчисления. И там уже есть специальная таблица, да, я вам уже в прошлый раз показывала, если ваш доход предполагаемый, да, вы еще не знаете, сколько вы заработаете, но если он предположительно до 9 тысяч франков, тогда вы платите определенную самую минимальную сумму. А если он свыше 9, там, до 25, это уже другая сумма. Конечно же, в конце года они пересматривают, когда вы уже сделали баланс, бухгалтерию посчитали, и вы увидели, что, упс, а вы больше 9 тысяч заработали, там, например, 25, тогда, конечно же, вам пришлют счет, и вы доплатите. Это небольшая сумма, тем более это платеж в год, это не ежемесячные платежи. И, опять-таки, это не просто отчисление зарплаты, а это идет, опять-таки, в вашу пенсионную кассу. Это очень важно, так как вы потом на старости лет будете получать только то, что вы отложили вам на пенсию. И в случае с работающими на себя у вас будет зависеть, у вас отчисления в пенсионную кассу будут, опять-таки, зависеть от вашего дохода, поэтому нет смысла его скрывать. Потому что есть многие люди, которые делают себе ноль доход, ничего не платят, а потом на старости лет, ну, типа, думают, а где пенсия? Ну, я же, типа, откладывал. Ничего вы не откладываете. Можно, конечно же, себе внушать, что я буду себе сам на пенсию откладывать и хранить под подушкой, но это обычно не работает. То инфляция, то потерял деньги, то потратил куда-то, поэтому лучше откладывать их в пенсионный фонд. Конечно же, никто не знает, что будет через 30-40 лет, но все-таки мы живем в Швейцарии, где более-менее хоть какая-то стабильность, поэтому я бы за такое не переживала. С голоду никто не умрет, на улице никто не останется, поэтому спите спокойно. Сегодня встречалась со своей подписчицей, которая первая вызвалась забрать мою скатерть и нитки к ней, мулине, чтобы ее вышить. Я, конечно же, эту скатерть ей дарю вместе со всеми нитками, и она оказалась рукодельницей и предложила мне любезно закончить мою блузу, шикарную блузу, которую я начала вышивать, как вы помните, с маками, с желудями, осенняя тема, с рябиной. Вот, так что я безумно рада, что нашелся человек, который закончит за меня лентяйку работу. Я хотела послать по почте, но Ольга предложила встретиться, так как хотела лично со мной познакомиться. И, о чудо, она пришла не с пустыми руками. И этот огромный пакет мы сейчас с вами будем открывать. Я его еле донесла, он достаточно такой тяжеленький. Мы еще с ним гуляли больше часа, поэтому смотрим, что же там внутри. При вас открываю, как всегда, одной рукой. Как думаете, что там? Пишите, подушка, одеяло? Ну что же там? Подождите, пока не буду открывать, потому что мне пришло еще очень странное письмо с Института эпидемиологии и биостатики. Родителям Миланы было оно адресовано. И здесь написано, что начиная с 1999 года университет Цюриха совместно с разными кантонами проводит контроль детей и молодежи кантона Салатур на наличие прививок, на их статус, прививочный статус. И по случайному принципу, по жребию, нам выпала такая счастливая участь предоставить свой прививочный сертификат на контроль, на проверку. Их интересуют прежде всего инфекционные болезни, такие как Мазер, Мамс, Ретель. Это краснуха, господи, корь, ну вот типа ветрянки, вот эти вот важные детские болезни, которые прививают в детстве. Вот, и они, конечно же, надеются на нашу совместную работу, и что мы предоставим этот сертификат, копию. Значит, это добровольно. И с другой стороны, значит, тоже здесь есть вопросы разные, например, что делать, если у моего ребенка иностранный сертификат по прививкам, что делать, если мой ребенок не привив, что делать, если я не могу найти этот сертификат, и так далее. Значит, ну и заодно я скажу, как эта ситуация в Швейцарии обстоит. Значит, здесь за прививками как такового контроля нет. Здесь нет обязаловки. И может быть в других кантонах как-то по-другому обстоят дела, но в нашем кантоне Берн, когда мы приехали, Милане было 5 лет, и последние прививки мы сделали в Украине. Больше никто нас не дергал, никуда не приглашал. То есть здесь нет такого, как вот у нас в школу приходил врач, всем делали манту, здесь вообще нет туберкулеза, от манту здесь не прививают. И, короче говоря, где-то 3 года назад, вот во время карантина, короны, я вдруг спохватилась, что мы давно Милану не прививали, ну элементарными, да, вот этими прививками от детских болезней. Там же есть какие-то повторные. Вот, я пришла на приём к её детскому врачу и перевела наши прививочные, такую выписку, то, что было в нашей карточке украинской, я чисто от себя перевела, как могла, там, да, ты переписала по латыни, как она называется, то есть такой произвольный период, но он понял всё, о чём речь, и он завёл такую специальную карточку по прививкам. Вот так вот она выглядит, как видите, АКДС, полиамилит, хепатит, прионикс, и вот последняя прививка, которую нам сделали, получается, в 2020 году. Вот так вот выглядит этот прививочный сертификат, и с этой стороны ещё мантукс, короче, А, ну вот, вот я вам показываю, как это всё выглядит, и вот, что нам поставили в последний раз, да. Это было в 2020 году. Кто смотрит мой канал уже больше года, тот помнит наши эпопеи, что буквально через три месяца после последней прививки у нас начались жуткие фурункулы. Причём, когда они выступали там на животе, на груди, на руке, это было не так страшно, но когда они на глазу, в носу, на половых органах, то есть это распухало всё, это жуткая боль. Почти каждые 3-4 недели ребёнок был опухший, мы бежали к врачу, мы брали пробы, никто ничего не мог найти, никто ничего не мог понять, и только спустя 8-9 месяцев, когда мы попали в больницу вот с таким вот глазом, они испугались, что пойдёт в голову инфекция, там провели тщательные обследования и выявили наконец-то, что у нас стафилококковая инфекция. Вот, как мы боролись со стафилококком в Швейцарии, есть в море видео, эти все сюжеты находятся в отдельном плейлисте, который называется «Медицина в Швейцарии», ссылочку я дам в описании. Отдельно посмотрите, особенно интересный сюжет, когда я с Миланой лежала в больнице 2 дня, и я изнутри это всё посмотрела, чем кормят в больнице ребёнка, какие условия, то есть будет тоже вам интересно. Так вот, наконец-то вылечили мы эту инфекцию, и последняя прививка, которая вызвала такую реакцию, как я считаю, на мой взгляд, может быть, я не права, это была прививка против рака матки. Эту прививку в Швейцарии ставят всем детям, и мальчикам, и девочкам до 14 лет, ну, как они объясняют, до первого полового контакта, да, нужно успеть, успеть. Мне врач звонил срочно-срочно, пока Милане не исполнится там 14 лет, нам надо сделать эту прививку. Короче, сделали мы эту прививку чуть ли не за 2 дня до дня рождения, и потом надо было её через полгода повторить. И вот тут я уже отказалась, потому что я считала, что она спровоцировала ослабление иммунной системы организма и вот этот фурункулёз. Ну, я не знаю, я себе так внушила меня не переубедить. Потом я была в Одессе, я сходила к гомеопату, к врачу, она мне тоже сказала, что эту прививку категорически нельзя ставить, что надо теперь чистить организм у ребёнка, да, от вот этой прививки. И, короче говоря, мы её пропустили. И вот сейчас у меня к вам вопрос. Скорее всего, зададут вопрос, почему мы не сделали повторную прививку, насколько она нужна, ставили ли вы своим детям, были ли у вас какие-то последствия, осложнения, вот как у нас, например, ослабление иммунной системы, насколько важна эта прививка, насколько она нужна, потому что раньше же не ставили этих прививок, и как бы все живы-здоровы. Есть ли вообще в ваших странах такие прививки? И, конечно же, море информации, противоречивые в сети, можно найти и во всевозможных газетах, да, когда-то там пару лет назад писали, что какие-то эксперименты ставили в Африке на девочках, и это привело к их бездетности, вот именно эта прививка. Опять-таки, кто это может сказать? Либо это специально для девочек в Африке сделали такие прививки, учитывая, что там люди умирают с голоду. Вот, ну, как бы в эти подробности уже не хочется так вдаваться, да. Давайте поговорим о необходимости, да, этой прививки, и вот, что бы вы на моем месте сделали, то есть делать эту повторную прививку или лучше воздержаться, и насколько она важна, да, вот эта повторная прививка. Интересно общаться с вами в комментариях, как у вас обстоят дела в ваших странах вот именно с этой прививкой. Мне подарила подписчица вот эту упаковочку. Давай откроем, потому что мне так неудобно. Вот так вот. Ну, ты. А, я. Ты открывай, я снимаю. Мне так неудобно одной рукой. Интересно, что внутри. Я ей дала нитке, знаешь, мулине. А она мне за это такой вот... Вау! 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 Боже мой! Подожди, а что тут? Открыли. Да ты что? Боже! Посмотри, какие розочки! Да ты что, Ольга! Вау! Благодарю вас за вашу открытость, лучезарность, искренность каждый день делать видео, монтировать, несмотря на свое самочувствие, настроение. Это большой труд. Желаю вам и вашей семье. Сними собаку. И Эмили. Эмили, ты что думаешь, это для тебя? Да? Под твой цвет. Под цвет твоего... Смотри, пальто... Боже, это что? Это на массаж? Можно, да? Как одеяльце укрывать клиентов? Посмотри. Ничего себе! Это как одеяло. Это знаешь, вот так вот... Мне кажется, это так пальцем плетут. Знаешь, так чин-чин-чинь. Вау! И посмотри, цвета опять фиолетовые. Эмили, посмотри, какая красота! Подходит прямо для тебя. Спасибо огромное, Ольга! Да, спасибо. Да? Скажи, Нилана. А мягчайшее какое! Вообще супер! Давай. Спасибо огромное, что посмотрели этот сюжет до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. А я побежала на хор. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, лучезарных улыбок. Увидимся с вами уже завтра. Пока-пока! Ты будешь делать вторую прививку от Гибер Мутер Крэпс? Не буду я делать. Не будешь? Может быть, нас поэтому вызывают? Наверное, но я выпью. Ты будешь. Спасибо. 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 Продолжение следует...